АТАВАИХСАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ АЛИ Мухаммад, саляллаху алей и вассалям, был весьма привязан к своим родственникам. Он очень любил своего двоюродного брата, сына Абуталиба Али. Вместе росли они в одном доме, и он видел и ощущал внимание со стороны Али. Одно время Абуталиб переживал не самые лучшие времена, жил в бедности, и Мухаммад, саляллаху алей и вассалям, хотел быть дядей-помощником. У Абуталиба было много детей. Ему сложно было оказывать своим детям должное внимание. Мухаммад, саляллаху алей и вассалям, прекрасно понимая положение этой семьи, подумал над тем, как он может помочь дяде, и пришел к следующему. Он решил взять одного из детей Абуталиба в свой дом, считая, что этим он в какой-то мере облегчит бремя Абуталиба. Решение Мухаммада, саляллаху алей и вассалям, пришлось по сердцу Абуталибу. Он очень любил своего племянника, и именно из-за этого не стал отказывать и передал ему своего сына Али. Али был любимым и умным ребенком в семье. Мысли его были почти как у взрослого. Он очень любил Мухаммада, саляллаху алей и вассалям, и был рад решению отца. Али был сильным и выносливым ребенком. Если на улицах затевалась ссора, то сверстники опасались Али. Он был справедливым малым, защищал тех, кто прав, и устрашал неправых. Речь его была умной и правильной. Он любил читать, извлекая из всевозможных книг прекрасные знания. Теперь ему было суждено жить в доме Мухаммада, саляллаху алей и вассалям, вместе с шестью прекрасными детьми и зайдом, но самое главное рядом с Мухаммадом, саляллаху алей и вассалям. Сердце Мухаммада, саляллаху алей и вассалям, было полно любви к Али. Он хорошо с ним обращался, ни разу не дав ему усомниться в искренности своего отношения, и тоже считая Али своим сыном, как зайда. Али решил везде и всегда быть рядом с Мухаммадом, саляллаху алей и вассалям. Так он мог многому научиться у него. С этой мыслью он начинал новую жизнь. Он всегда говорил о Мухаммаде, саляллаху алей и вассалям, думал о нем и был рядом с ним. Ему нравилась любая работа, выполненная Мухаммадом, саляллаху алей и вассалям, ибо в этой работе была какая-то неземная красота. Небеса послали свет любви на землю. Часть этого света попала на дом Мухаммада, саляллаху алей и вассалям. Дети в нем радовались, в глазах их мелькали веселые искорки, а в душах поселялась любовь. Орел и змея Кааба играла большую роль в жизни горожан. Начиная с пророка Адама, все пророки почитали Каабу. Молитвы, сотворенные у Каабы, принимались Всевышним. Горожане хранили эту святыню, как зеницу ока. Стремились восстанавливать ее, если она от времени начинала разрушаться. Настал час восстановить Каабу в очередной раз, потому что наводнение повредило это строение. Не было крыши, а стены покрылись трещинами. К тому же покрывало Каабы сгорело при пожаре. В те дни появилось известие о том, что один из византийских кораблей затонул вблизи Джидды. Корабль вез строительные материалы, и мекканцы решили использовать эти строительные материалы для восстановления Каабы. Они подписали соглашение с одним из архитекторов и подняли строительные материалы с затонувшего корабля. Но приступить к делу мекканцы не решались. Они боялись змеи, жившей в норе у стен Каабы. Едва завидя людей, приближавшихся к Каабе, змея тотчас же взмывалась и готовилась к атаке. Люди боялись ее и не знали, что делать. Одни шли. Всевышний, конечно же, мог защитить свою святыню от всякого врага. Однажды змея выползла из норы и лежала, греясь на солнце. Внезапно в небе над Каабой появился орел. Он кружил над Каабой, а потом внезапно ринулся вниз и, захватив своими цепкими когтями змею, вновь взмыл ввысь. Так Всевышний помог избавить Каабу от змеи. Бог избавил нас от змеи, радовались горожане. Теперь можно было приступить к восстановлению Каабы. Всевышний избавил нас от змеи, говорили люди. И у нас есть архитектор. Пора приступить к восстановлению Каабы. Сделай с ее красивой. И мекканцы, засучив рукава, занялись этой нужной работой. Райский камень В Мекке начались волнения. Дело в том, что завершилось восстановление Каабы. Настало время поместить в нишу святой камень. Аль-Хаджар Аль-Асват. Был ниспослан из рая. Каждый из семейных кланов Мекки Хотел, чтобы именно их глава Выполнил эту миссию. То есть взял камень и вложил его в нишу. Споры грозили вылиться в раздоры. Даже строители стали пререкаться. «Мы вложим Аль-Хаджар Аль-Асват в нишу», Говорили они. «Нет», – вторили им другие. «Это сделаем мы». Один из старцев, почувствовав неладное, сказал, «Послушайте, давайте выберем судью среди нас, Чтобы достойно выйти из этого положения. И пусть он решит, Кому из нас будет доверена честь Вложить камень в нишу. Давайте назначим судьей того, Кто первым войдет через ворота в этот двор». Все согласились с этим предложением старца. Во дворе воцарилось молчание. Люди с надеждой смотрели на ворота. Кем же будет тот, Кто первым откроет ворота и войдет во двор? Вот вдали показался человек. И по мере его приближения, Лица споривших досели людей, Вдруг просветлели. Это был Мухаммад Амин. Сам Всевышний послал его в этот двор в нужный момент. Все обрадовались и стали кричать, «Мухаммад Амин идет, Самый надежный из всех нас. Мы починимся любому из его решений». Мухаммад, саляллаху алейхи вассалям, Подошел и поприветствовал собравшихся. Его долгое время не было в Мекке, Поэтому он ничего не знал о случившемся. Люди поведали ему о проблеме. «Принесите мне покрывало», Попросил Мухаммад, Саляллаху алейхи вассалям. Ему принесли покрывало. Он постелил его на землю, Взял Аль-Хаджар Алясват И положил на середину покрывало. Все с интересом следили за его действиями. А теперь все главы семейных кланов города «Пусть подойдут к покрывалу И возьмутся за его край», Сказал Мухаммад, Саляллаху алейхи вассалям. Главы семейств сделали так, Как просил Мухаммад, Саляллаху алейхи вассалям. Все дружно подняли покрывало, А вместе с ним и камень с земли. Мухаммад, Саляллаху алейхи вассалям, Взял приподнятый таким образом камень И вложил его в нишу. Получилось, что камень вложен в нишу При участии всех семейных кланов Мекки. Проблема была решена. Все остались довольны. С того дня Хаджар Аль-Асват Расположен именно там, Куда вложил его своими руками Сам пророк, Саляллаху алейхи вассалям. Каждый из поломников Каабы Может дотронуться до этого камня. Этим они поминают пророка, Саляллаху алейхи вассалям, Приветствуют его. Те, кто целует и вдыхает запах камня, Свидетельствуют о его необыкновенном аромате. Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, Нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!